Чтобы больной поправился, врачи дают ему рекомендации, выписывают рецепт. Но сегодня мы хотим рассказать вам о рецепте, который будет полезен всем, без исключения. Королевская городская больница выписывает вам всем сегодня рецепт счастья. Мой рецепт счастья в том, что счастлива моя семья, счастливы все, кто меня окружает. Начиная с семьи, конечно, с ячейки общества, и заканчивая с теми, с кем я общаюсь ежеминутно, ежечасно, ежедневно. Ты как-то одним словом, наверное, какое-то чувство удовлетворенности. То есть удовлетворенность во всем. Если есть какой-то комфорт в душе, это, наверное, есть некое понимание счастья. А каждый понимает по-своему. Конечно, чтобы был баланс во всем, комфорт. Чтобы везде все получалось, чтобы дома было хорошо. У всех у нас семьи, слава Богу. И слава Богу, у всех все хорошо. Для женщины, в первую очередь, это личное счастье. Это когда счастлив твой ребенок. Когда он бегает по квартире, улыбается, поет песни. Когда у него все хорошо, он здоров, радостен. Радуется маме, и мама радуется ему. Счастье – это когда здоровы твои родители. Когда родители улыбаются. И на вопрос, как дела, как самочувствие, не перечисляют список того, что болело в этот день. А говорят, что все хорошо, все замечательно. И тоже радуются этому дню. Каков ваш рецепт счастья? Любимая работа, крепкая семья, здоровье самых близких и родных. И, наверное, счастливые улыбки друзей вокруг. Что для вас счастье? Ну, для меня счастье – это прежде всего, когда здоровы и благополучны мои близкие. Когда я вижу их улыбки. Когда я понимаю, что я могу что-то для них сделать. Хорошие. И когда я вижу радостные лица своих любимых людей, то и мне самой становится очень даже хорошо и как-то так легко на душе. Ну, во-первых, наше благополучие от родителей зависит, в первую очередь, да, зависело. А теперь это наш долг, наша любовь к родителям. Если у здорового и хорошего родителей, и мы спокойны, правильно, мы идем на работу по-другому. Семья. Секонный душ. Главное в жизни – это семья. Для меня рецепт счастья очень прост. Главное, чтобы вся семья была дома, в сборе. И самое главное, чтобы все были живы и здоровы. Я думаю, счастье – это когда есть хорошая работа, когда есть много здоровья, ну, когда в семье все хорошо. А и как бы в этом году у меня, 1 сентября, у меня есть два внука, идут в школу. Это для меня тоже счастье. Это будет завтра. Ну, а для меня лично совсем немного надо. Я люблю, когда захожу в свой сад, светит солнце и цветут розы. Есть счастье на работе? Счастье в работе, скорее, заключается в том, как я считаю, возможности приносить пользу и, уходя со своего рабочего места, понимать, что ты сделал какие-то вещи, и эти вещи действительно пригодились, могут быть полезными и помогают развивать тот механизм, частью которого ты являешься каждый день. А если приходить на работу и делать свое любимое дело, соответственно, и будет все хорошо. А счастье заключается в том, чтобы меньше было негативных отзывов. Или когда делаешь хорошо работу, и когда пациенты тебе говорят спасибо, вот это я считаю, что настоящее счастье. Если любимая профессия, если ты любишь свою работу, идешь с настроением, хороший коллектив, коллектив у нас очень хороший, поэтому у нас есть работа счастья. Удачно выполненная операция, в итоге вышла с операционной. Все получилось, все, слава Богу. Это и есть частичка счастья. Главное, что работа есть, это тоже уже счастье. На сегодняшний день, да. Да. В связи... Мы ей дорожим. Правильно, с обстановкой, да. Но в связи с обстановкой сейчас тяжело сработать, поэтому если ты хочешь на любимую работу... Это уже вдвойне счастье. Да. Это уже... Мы сейчас не воскопарные слова говорим, так оно и есть. В принципе, я думаю, многие в отделении ходят на работу с удовольствием. Когда ты занимаешься любимым делом, ты счастлив? Когда идешь с большой радостью, хочешь увидеть тебе приятных людей, помочь людям, которые нуждаются в тебе, вылечить, сказать доброе слово. Это и есть счастье. Меня все устраивает. Моя работа, все здесь, меня окружающий персонал. Все хорошо, все дружно. Когда я вижу довольных и счастливых коллег, то и мне тоже хорошо. Когда... Ну, хорошо срабатываешься с людьми. Когда взаимная помощь идет и взаимная поддержка. И вот эти моменты, они вот как крупицы, да, по маленькой крупинке, они складываются в какое-то... В нечто большее, что приносит удовлетворение. Ваше счастье на работе. Ну, в первую очередь, приходить на работу всегда в хорошем настроении. Когда ты сам приходишь в хорошем настроении, соответственно, все смотрят на тебя и все улыбаются. Настроение у всех поднимается. Рабочий день идет проще. На работе я редко задумываюсь о своем личном счастье. На работе мы как-то больше всего о благополучии других задумываемся. И поэтому, когда мы, в общем-то, слышим хорошие отзывы, то нам приятно. Люди благодарят тебя, что было сделано что-то правильно, что-то хорошо, закуплено оборудование, проведен ремонт, что мы хорошо прожили этот год. Счастье – это когда благодарят пациенты. Это счастье, когда тебе говорят, что как хорошо, как хорошо с вами работать. Вот, наверное, это и есть счастье. Счастье на работе. Вообще, если уж так совсем предельно сформулировать рецепт счастья. Счастье, наверное, это коллектив, в котором ты работаешь. Мы на работу приходим в связи с тем, что, в принципе, это приносит нам какое-то счастье. В связи с этим мы и приходим-то на работу. Если бы работа не приносила счастья, мы бы здесь не работали. Я только могу согласиться с коллективом. А в целом, это счастье разное, конечно, бывает. Оно может быть и в глобальном смысле слова. То есть, например, нет войны на улице, за окном это уже счастье. Самое большое счастье. Да, самое большое счастье. Есть, нету, скажем, разлада в семье, да, все хорошо, дети здоровы. Это тоже какое-то счастье. Поэтому, ну, тоже по работе. Не было бы на работе счастья, наверное, никто бы не ходил бы на эту работу. Никому бы она не нужна была. А самое главное счастье, чтобы не было войн, разрухи. Сирот, чтобы не было. Чтобы все люди жили в мире. Вот это самое главное счастье, наверное. Кто-то скажет, счастье – это роскошь. Счастье – зыбко. Счастье – скоротечно. Ведь не все дается, что попросишь, и не все легко и безупречно. Нет, скажу я, счастье – это сила. Это свет внутри, а не снаружи. И легко, и просто быть счастливым. И для счастья многого не нужно. Ты живешь, и это уже счастье. Видишь солнце, слышишь птичьи пенья. Цвет весны и осени ненастья. Все поверь, дано благословение. Ты одет и сыт, вдвойне ты счастлив. Ты не одинок, ты счастлив трое. Оглянись, ведь мир и прям прекрасен, хоть и сложен и суров порою. Будь судьбе и Богу благодарен за свои закаты и рассветы. Наделен тогда ты будешь даром быть всегда счастливым в мире этом. Субтитры создавал DimaTorzok